Привет, дружище! Я понимаю, ты можешь быть на меня злой, потому что мы уже давно не собирались с тобой в формате нормального, добротного видоса по битве с замков. Потому что выходили какие-то непонятные недостримы, и я понимаю, это могло тебе не нравиться. Бывали дни, когда вообще не было видосов никаких, а если выходили, то какой-то грёбаный Браул Старс, Саша, где битва с замков. И бывало, да, бывало, там роллинги какие-то постились, но опять же, это всё старое, да, давно отснято, и вы это также прекрасно понимали. Но сейчас выходит добротный видос по битве с замков. В нём будет поднято несколько важных тем. Я вам расскажу просто о чудесах, которые происходят на моём аккаунте, и, конечно же, спрошу у вас вашего совета. Так что усаживайся поудобнее, заваривай чайку, можешь сразу сходу поставить лайк или дизлайк, в любом случае, главное, чтобы какая-то реакция была. И я даже не знаю, с чего начать. Во-первых, не надо мне вписать в комментариях о том, что, князь, что за байт в названии? Какого нахер героя тебе подарили разработчики? Ведь это всё неправда. И, с одной стороны, оно как бы так и есть. Это всё неправда. Мне, по сути, никто никакого героя не дарил. Но я вам сейчас расскажу историю, и вы поймёте, почему я именно так это написал. Почему это просто какое-то чудо. Это прям чудо из чудес. Вы всё поймёте. И никто из вас не напишет, что я вас забайтил. Но у меня к вам просьба сейчас следить за сообществом. Кладочка сообщества. Есть ребят на канале. Там я буду частенько вам задавать вопросики или публиковать какую-то важную информацию. То же самое касается телеграм-канала. Но мне уже надоело вас просить, чтобы вы туда подписались. Короче, буду спрашивать советы. Как вы видите, сейчас я наконец-то закончил с приобретением микрофона, аудиокарты, усилителя. Теперь звук немножко изменился. Большинство из вас не почувствуют, потому что смотрят через планшеты, телевизоры, телефоны. Но, тем не менее, важный вопрос. Вот просто напишите в комментариях, не стесняйтесь, нужна ли вам музыка на заднем фоне. Ну, когда вот какой-нибудь роллинг или вот просто обычное видео по битве замков. Надо вам музыку ставить или нет? Или она вам, может, надоела? Я могу ставить, я могу не ставить. Вот как ты захочешь. Вот чтобы приятно было тебе. Мне-то все равно. Мне хочется, чтобы тебе было это все лучше смотреть. Чтобы тебя ничего не раздражало. И все было классно. Но если ты напишешь о том, что тебя раздражает мое балабольство, то, дружище, извини, от этого врожденного недуга я никаким образом избавиться не могу. И если бы этого балабольства у меня не присутствовало бы, поверь мне, вряд ли бы ты меня смотрел бы. Ну так вот, пиши, пиши в комментариях, еще проголосуй в сообществе, нужен ли на заднем фоне звук или нет. А сейчас я перейду к своей, скажем так, истории. Причем есть очень большие раздражительные факты. Многие знают, что на моем основном аккаунте есть почти все герои. На данный момент не хватает только двух героев. Это Трифид и Розалинда. Если Трифида я теоретически могу получить, то Розалинду без вливания денег у меня получить, конечно же, не получится. Почему я написал о том, что мне IGG-разработчики подарили героя? Дело в том, что когда у тебя собирается полный алтарь всех редких героев, как у меня, то выбить того недостающего реально является огромнейшей проблемой, огромнейшей трудностью. И нужно или много донатить, покупать осколки нового героя, или нужно конкретно запариваться, не знаю, ролить по 400 тысяч самоцветов, чтобы взять и вот после обновления получить на халяву нового героя. Вот обычно это так происходит. У меня последние месяцы я вот просто как орешки бесплатно получаю недостающих последних героев на моем аккаунте. Причем по мере их выхода. Таким последним героем, если не ошибаюсь, был... Кто у нас был? Ледяной Феникс. А теперь, внимание, на моем аккаунте, ребят, появился Трифид. Многие из вас об этом знают. Те, кто сидели на одном из стримов, о котором я сейчас с вами поговорю. И вот просто взял и появился. И как бы, знаете, как это получилось? Сидел я на стриме, фармил битву гильдии, как обычно общался со своими подписчиками. И в один момент там квест был ударить героя за 150. Я ударяю героя. И вот как многие, знаете, дети пишут в комментариях, я выбил за 150 огнекрылло. Вот у меня то же самое, бац, в один клик происходит. Но не огнекрыл, к счастью или к сожалению, а выпал именно Трифид. И сказать, что я охренел, это по сути ничего не сказать. У меня была супер реакция. Супер это было неожиданно. Я думаю, что любой из вас на моем месте так же просто бы, не знаю, взорвался бы от истерического смеха и непонимания, что происходит, в особенности если учесть тот факт, что у тебя фулл аккаунт со всеми героями, и шанс того, что тебе выпадет именно тот нужный, недостающий редкий герой, он равен почти нулю. А мне выпал. И я уже начал подозревать в том, что мне разработчики накручивают. Вы в шутку, кто-то на серьезе постоянно мне писал об этом. Вот князь, так не может быть. Я такой, да ладно, ребят, мне просто везет. Но я так выбил подряд одного героя, другого, третьего, там, Феникса, а теперь вот так вот выбил Трифида. Просто я даже не ролил в этот раз. Я даже, если Феникса я еще как-то пытался получить, ну вот хоть, ну вот как-то я пытался получить Феникса. Я тратил самоцветы, там, по 10, по 5 тысяч. То с Трифидом абсолютно, абсолютно не такая ситуация. Он, как бы, он нужен был, понятно, да, для, там, новой локации. Но я, я как бы не пытался его выбить, он мне выпал. И я не верю, я уже не верю, понимаешь? У меня уже все, мания преследования героев. Я не знаю, как тебе объяснить. Ну, у меня реально начало появляться подозрение, что сидит какой-то китаец и такой, Так, надо ему подкинуть героя, чтобы у него классные видосы выходили. Я не знаю, как это объяснить. Объяснить это тем, что я суперудачливый человек. Ну, поверь мне, если я сейчас пойду в казино и поставлю все свои деньги на черное, то выпадет обязательно красное. Если бы я был удачливым человеком, я бы уже давно жил в своей квартире, а не снимал бы ее. Ну, и, как бы, и машина была бы не в кредит. Ну, как-то я не понимаю, но такое невозможно. И я реально начал подозревать разработчиков, что они мне просто накручивают героя. Героев. И, ну, это бред. Но по-другому объяснить я уже не могу. Если раньше я стебался с ваших комментариев о том, что, князь, тебе там накрутили, то сейчас я уже такой начинаю задумываться. А может быть, все-таки да? А вы спросите, почему ты не вставляешь момент там, где ты выбил этого Трифида? Ребята, это все заговор. Я его реально выбил. Только я вам даже это доказать не могу. Эта история звучит по-тупому. Мне сейчас вы напишите, князь, тебе его просто на почту прислали. Нет. Смотрите фишку. А те, кто следят за моими стримами, это даже видели. Смотри, вот вроде все. Никаких проблем. Везде монетизация включена. Везде открытый доступ. И теперь смотрите стрим, на котором я выбил Трифида. Называется «Атака шмартов и бритва гильдии». Вы его на канале не увидите. А знаете, почему не увидите? Потому что YouTube до сих пор уже с 3 февраля обрабатывает этот стрим. Что он там обрабатывает? Я не знаю. Но даже дошло до такого, что, казалось бы, со стримом никаких проблем. Но он обрабатывается уже, блин, 5 дней. Так я даже не могу зайти на него. Я думаю, ладно, ну он не обработался. Скачать не смогу. Но я возьму, захвачу изображение. Там, где, скажем так, я выбил этого Трифида и покажу вам, скажем, топовый контент, да? А я не могу. Он просто обрабатывается бесконечности. Я не знаю, сколько это займет времени. Обычно, если стрим обрабатывается, его все равно можно посмотреть. Ну, по крайней мере, последние 4 часа. А он даже вот такое чувство, как будто его YouTube заблокировал. Но при этом здесь ничего не пишется. Здесь пишется обработка. Все хорошо. Тут с каналом никаких проблем нет. Это, знаете, тут не хватает мемаса. Тут не хватает мемаса от Киселева. Совпадение? Не думаю. Понимаешь? Это что-то странное и необычное. Сегодня мы сейчас этого Трифида откроем. А, и да, раз уж мы тут сидим, многие из вас спрашивают, князь, сколько ты на YouTube зарабатываешь? Сейчас я вам покажу, блин. Вы охуеете от моих миллионов. Так, 111 евро я заработал за февраль. Вот, но не думайте, я не прибедняюсь. Бывали месяцы, скажем так, и получше, когда там за месяц и по 700 выходило евро. Один месяц у меня был рекордный, за 4 года вышло 900 евро. Но в целом, как бы там 600, 500, сейчас 111 за 8 дней. Ну, как бы так вот, а то постоянно, блин, ну, конечно, сколько тебе с YouTube приходит? Вот, 8 дней, 111 евро. Уху! Дальше. Как бы, все тогда, переходим, переходим. Ну, говоря, я не знаю, у меня уже мания преследования. Я как бы, я не жалуюсь, друзья, но мне такое, у меня создается такое чувство, как будто мне специальных героев подкидывают. Давайте откроем Трифида. Лепим лайки. Не забываем, ребят, потому что чем больше лайков, тем быстрее я выпущу его прокачку. Что у нас по таланту? У меня, у меня 4000 самоцветов. У меня 4000 самоцветов, но у меня есть коробка таланта пятого уровня. Давайте попробуем выбить священный огонь. Хотя какой ему священный огонь? Если мне сейчас выпадет священный огонь, то я его прокачаю все дни. Ну, ладно, ну мы попытаемся. Разброс. Так, давай еще пару коробок купим. Ну, чтобы вы здесь не просто так собрались. Думаю, вот. Мне просто вот хотелось с вами поделиться мыслями. Да, очередное балабольское видео получилось, но, ребят, мне интересно узнать ваше мнение в комментариях. Вот и все. А уже в следующем видео, оно будет информативное, мы прокачаем. Мы прокачаем данного героя. Ну, давай, я не знаю. Ну, ты ж... Ух ты, блядь, чуть 28 коробок не купил. Ну, давай, ты же здесь, наверное, не просто так собрался, да? Мы здесь не все так собрались. Что я несу? В меня вселился кличко. Короче, давай. Ожог, приди. Каменная кожа. У меня на складе этих каменных кож штук 9. Я думал, как бы, понятное дело, я священный огонь сюда не поставлю, но на первое время поставлю каменную кожу и прокачаю. Так она мне даже из коробки выпала. А на складе... На складе они у меня и так есть. Гнев. Ну, вот. Буквально недавно с бесплатки этот гнев выбил. Короче, ребят, у меня есть трифит. Вот. И скоро я его качну. Завтра, надеюсь, выпущу видео. Так что вы все это дело поддерживайте лайком. Вот. Запомните, что я вам говорил. Мне нужна от вас обратная связь по поводу того, ставить музыку на задний план, не ставить музыку. Я устрою голосование. И вообще, по поводу канала у меня сейчас много вопросов. Мне нужно, чтобы вы постоянно писали, что бы вы хотели видеть на канале, что бы вы не хотели видеть на канале. То, что видите, что активность упала. Битва замков страдает. И мне надо как-то, скажем так, перестраиваться. И потому, как никогда, ваша обратная связь для меня будет очень важна. Вот такие вот дела. И да, не могу упустить шанс побайтить вас на то, чтобы вы пару игрушек по ссылкам в описании скачали бы и установили бы себе на телефон. И за каждое ваше скачивание я получил бы целый доллар, друзья. У-ху! В прошлый раз под видосом, когда я вас так просил, мне целых пять долларов было пришло. Так что спасибо вам большое. Ладно. Вот такое видео вышло. Сейчас я его опубликую. После этого вы увидите, можете идти и смотреть стрим, там, где я буду ролить под коллекционера. Как-то так вот. Ладно, пишите, что вы думаете. Но это что-то странное. Я не верю, я не верю, чтобы вот так вот все последние герои мне уже на протяжении многих месяцев выпадали. Мне кто-то что-то накручивает определенно. Хотя это тоже бред. Пока. Пока.